Что это? Что это такое? Что это вообще? Я не понимаю. Нормально вообще? Отлично, отлично! Привет всем очаровательным, но очень горячим и знойным малышкам! В сегодняшнем видео мы с вами будем открывать адвент-календари от британских брендов и посмотреть, какая у нас здесь красота! Красота раз, красота два, которую даже сложно поднять сейчас, сейчас, погодите-ка, сейчас поднимем. Это два разных адвент-календаря, один поменьше, другой побольше. И также у нас еще есть один адвент-календарь от бренда Real Techniques, вот такой вот маленький, здесь лежит сбоку. Что у нас сегодня за календари? У нас с вами сегодня, как вы видите, они прям горячие, они прям такие жгучие, потому что на них изображены совершенно восхитительные красотки. В общем, сегодня у нас адвенты от британского сайта, который называется Pretty Little Thing. Я думаю, что некоторые знают этот сайт, и это сайт, который продает все, одежду, аксессуары, косметику, вообще у них куча-куча всего. И это один из сайтов компании, который называется Buhu. И Buhu, я думаю, что многие помнят, это такой прям очень популярный сайт, был британский модный, который один из первых стал наравне с Asos'ом отправлять всякую одежду в Россию. Buhu также принадлежит, кроме вот этого магазина и своего собственного, еще Karen Millen Brand, Dibbenhams Brand, Brand Oasis и много-много разных других брендов, которые тоже многие знают. Итак, сегодня у нас два адвента от них, и они, посмотрите, какие красивые здесь, как все такое вот вообще жгучее, просто неимоверно. И эти адвенты, к тому же, еще и супер бюджетные. У нас есть адвент на 12 дней, у нас есть адвент на 24 дня. И давайте мы, как всегда, начнем с вот такого вот небольшого адвента, потом откроем большой, а потом, как такой небольшой бонус, у нас будет еще вот такой вот адвент на 12 дней от бренда кисточек Real Techniques. Давайте скорее открывать! Узнали бы вы, сколько он у меня стоял, сколько времени я все ждала, когда же мы с вами его, наконец, откроем. Вот такие вот прекрасные, симпатичные девушки. Так, а где сам адвент? По-моему, я все сделала неправильно только что, и у нас, по-моему, сейчас будет катастрофа. Потому что, судя по всему, да, он сзади был. Вот так вот нужно его держать. В общем, как мы видим, здесь 12 коробок. Кстати говоря, этот сайт запустился как сайт аксессуаров именно в свое время. И, возможно, мы что-то здесь из аксессуаров тоже найдем. В общем, этот адвент стоил прям совсем бюджетно. Две с половиной тысячи рублей. При этом нам наполнение обещают на 10 тысяч 850 рублей. Представьте себе! Ну ладно, все, хватит томить, давайте открывать. И здесь у нас первая коробочка вот такая вся золотистая. Вообще супер красивая. И там что-то... Это карандаш, наверное? Ой, смотрите, здесь золотая даже бумажка. А, ну, понятно, понятно, для британских сайтов весьма предсказуемо. Здесь мы находим лайнер от бренда Aiko, который называется Black Magic. Я бы удивилась, честно говоря, если бы мы его не нашли. Это классный лайнер, потому что он с кистью, потому что он действительно супер черный. И, к тому же, еще и стойкий. Вот такой вот замечательный. Ладно, у нас все хорошо начинается, потому что Aiko действительно хороший бренд. Но, правда, немножко, знаете, слишком предсказуемо, как мне кажется. Я думаю, что в большом календаре точно то же, что это будет от этого бренда. Тяжелый номер. Что же там внутри? А внутри у нас... Что это такое? Что это? 72. Масло для волос, для всех типов волос, для любви к волосам. Ну, видимо, это бренд так называется, 72, я никогда не слышала, но, видимо, какой-то популярный британский бренд. И здесь написано, что, в общем, это масло для того, чтобы убрать пушение с ваших волос, придать сияние и защитить от всяких негативных факторов. Так, ладно, дальше у нас номер третий. Самый большой в этом календаре. Что вообще как-то странно, да? Какой-то странный, очень тяжелый. И там как будто какая-то одежда. То есть он прям такой плотненько набитый. Странно. Ну, ладно, что это? А-а-а! Даже так! Вы посмотрите, здесь рукавичка от бренда Сент-Тропе. И здесь у нас вот такой вот автозагар. Причем какой-то достаточно маленький. Это экспресс-автозагар. Здесь 50 мл. И написано, что он вам сделает загар буквально за один час с помощью вот этой рукавички. Вот эти рукавички это классная вещь, потому что они очень ровно распределяют вот этот автозагар по телу. И вы можете не волноваться, что у вас будут какие-то вот эти все пятна. И что вы потом испачкаете руки. А как известно, самое-самое опасное, когда вы делаете себе автозагар, это то, что у вас вот так вот окрасятся ногти вокруг ногтей. И вот здесь вот все сухие моменты на руках, они все будут с оранжевыми пятнами. Поэтому рукавичка это супер полезная вещь. Ой, ну что-то я не могу перестать смотреть на этих девчонок. Они прям меня отвлекают. Вы посмотрите, какие брови, какой тут маникюр, какой макияж, прически, какие вообще просто красотки. Если вы специалист в сфере красоты, например, классный мастер по бровям, по ногтям или по волосам, или вы профессионал в любой другой сфере и работаете, или только мечтаете работать на себя, скорее устанавливайте приложение профи для специалистов и зарабатывайте на том, что умеете. Профи это место, где встречаются клиенты и специалисты. А что такое приложение профи для специалистов? Это сервис, регистрация в котором займет всего 5 минут, и с помощью которого вы сможете быстро и удобно находить себе клиентов. Создайте страницу на профи, расскажите о себе и о своих услугах, и добавьте примеры своих работ, и это станет вашей визиткой профессионала. Вы сможете просматривать заказы в собственной ленте и выбирать только те, которые вам подходят. Например, рядом с домом. Расценки в приложении профи устанавливаете вы, а еще вы можете общаться с клиентами напрямую через чат приложения. Как работает сервис профи? Клиент создает заказ и описывает задачу, например, на какой-то классный маникюр. Специалист, то есть вы, видите заказ и понимаете, что он для вас интересен. После этого вы откликаетесь на заказ и через чат обсуждаете с клиентом условия, выполняете заказ и получаете оплату от клиента. Также на своей странице вы можете собирать отзывы о ваших услугах от клиентов, и это отличное портфолио. Пользоваться приложением профи очень легко, оно удобное и понятное. Так что если вы профессионал в своей сфере, работайте на себя по свободному графику и зарабатывайте больше на том, что умеете вместе с профи. Ссылки для установки приложения профи вы найдете в инфобоксе под этим видео. Так что если вы заинтересовались, то скорее заглядывайте в инфобокс. После такой полезной информации возвращаемся к нашему календарю. И здесь у нас четвертый номер. И что же у нас в этом четвертом номере? А в четвертом номере нас ждет снова карандаш. И в этот раз у нас карандаш серьезно так запакованный. Карандаш от бренда Барри Эм. Мы с вами недавно открывали британский, опять-таки, адвент календарь от этого бренда. И это бренд, который известен стал благодаря своим лакам для ногтей. Ну, потом они еще выпустили всякую косметику. В общем, у них была такая тема, что они одни из первых выпустили на рынок косметику во всяких провокационных цветах. И как раз это были 70-е и 80-е годы, когда эти цвета были очень востребованы. И здесь у нас лайнер в оттенке So Cheek, который прям сильно какой-то коричневый. Я не уверена, что это правда. Это для губ лайнер или для чего этот лайнер? Для губ написано Lip Liner. Ну, цвет, конечно, да, цвет такой вот прям, прям вообще темненький. Ну, ладно, может пригодится. Может пригодится, потому что я, на самом деле, не очень люблю вот этот гранжевый такой эффект на губах, когда у вас очень темным лайнером губы обведены, а все остальные губы накрашены светлой помадой. Ну, вот эта вот эстетика такая 90-х. Ну, не совсем она для меня. Дальше у нас номер пятый. И что же у нас в пятом номере? Что у нас там ждет? Что там такое интересное? Скорей-скорей. И здесь мы находим кондиционирующий шампунь для сухих, поврежденных и волос окрашенных от бренда Palmers. Palmers хороший бренд. И здесь шампунь с кокосовым маслом. Ну, кокосовое масло именно в шампунях не самый мой любимый ингредиент, а также вообще в косметике. Ну, не знаю, попробуем. Может окажется хороший. Дальше у нас номер шестой. И что же у нас там в шестом номере? Скорей-скорей посмотрим. Ух ты! Это классно! Вот этому я очень рада. Я просто обожаю. Я уже, честно говоря, о нем забыла. Но я реально обожаю вот этот вот блеск от бренда Lime Crime. И это блеск, который называется Vet Cherry. Vet Cherry, то есть мокренькая вишенка. И он пахнет вишней. Ну-ка. Потрясающе просто. Он такой ароматный. Он настолько ароматный. И это прозрачный блеск, который называется Extra Popping. Кстати говоря, куда-то Lime Crime вообще делался в последнее время. Что-то он как-то не особо новинки какие-то выпускает. Не особо как-то о нем говорят. Но я надеюсь, что они скоро вернутся с какими-то классными новинками. Ну, в общем, вот эти блески мне реально нравятся. И у меня их есть, по-моему, три оттенка. Они все замечательные. Дальше у нас номер седьмой. В седьмом номере нас ждут реснички. Вообще ресницы у вот этого магазина это какая-то такая целевая, целевая группа товаров. Потому что они тут недавно выпустили адвент-календарь с ресницами. Но это, конечно, не новая тема. Но все равно вот примечательно, что именно адвент у них с ресницами тоже есть. И это ресницы от бренда то ли Prima, то ли Denty. Не очень понятно. Наверное, Denty, а Prima это, наверное, название вот этих ресниц. Ну, конечно, экстремальные такие ресницы. Очень драматичные. Дальше номер восьмой. И здесь что-то совсем легкое. Это у нас печально. Почему такое легкое? И что же это? Что же это? Это... Ой! Это помада от бренда Wet n Wild. Боже мой, какая-то помада такая еще выпускается даже. Бренд Wet n Wild тоже как-то он... Хотя нет, в последнее время у него были интересные новинки. Они заключались в перезапусках их известнейших палеток. И здесь у нас матовая помада, которая, видимо, подобрана по цвету к вот этому карандашу. То есть смотрите, что у вас может получиться на губах что-то вот такое. И это матовая помада в оттенке, которая называется... Как он называется? Sand Storm. Следующий номер открываем. И что же в нем нас ждет? Нас ждет какая-то маска. Маска, ничего там больше нет. Маска от бренда Bar Masac. Mask Bar. И здесь маска с золотой фольгой. Это причем листовая маска здесь написано. Ну ладно, ну хорошо. Ну как-то пока... Пока даже не знаю, симпатично или скромно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, насколько это вообще интересное наполнение. Пока что мы получаем. Следующая это тушь от бренда Iconic London. Точнее Iconic London. Давайте уж так говорить. И здесь тушь вот такая вот. Похожая очень на тушь от Vivienne Sabo по кисточке. Ну, правда, Vivienne Sabo у Кабаре такая немножко она еще заостренная. Здесь просто такая вот какая-то плоская. Ну, классно, классно. Обычно такие кисточки мне подходят. Номер одиннадцатый. Что же в нем? А в нем нас ждет... Ой, радость, радость, радость. Это Real Techniques. Ну, тоже английский бренд. Да, у нас как бы следующий адвент. Целый вот Real Techniques. И здесь у нас их классический спонж, который выглядит вот так. Я думаю, что все знают, как он выглядит. И все его любят. Он дешевле бьюти-блендера, но он совсем не хуже. Единственный его минус, если их сравнивать, это то, что Real Techniques, он довольно быстро все-таки рвется. Ну, как-то вот он у меня по опыту где-то через месяц, через два рвется. Бьюти-блендер все-таки служит дольше. И самый последний двенадцатый номер, ну, как-то не очень, да? Мы просто с вами много раз это находили. И это Bata Gloss в оттенке, который называется Madeleine. И я так понимаю, что здесь та же самая тема, что его подобрали специально вот для того, чтобы вы дополнили свой потрясающий макияж губ с помощью этого оттенка. Ну, Bata Gloss мы тоже в последнее время очень часто находили. В принципе, интересный адвент. То есть здесь все подобрано так, чтобы вы буквально стали вот как вот эти вот горячие красотки с обложки этого адвента. Причем интересно, что у этого сайта вот такой как бы типаж, да, типаж внешности это их фишка. То есть у них и вся одежда такая. И вот видите адвент даже такой какой-то в эту немножко тем, чтобы вы были загореленькой, с огромными ресницами, с вот таким вот интересным макияжем губ. И что еще? Ну, чтобы у вас волос тоже были красивые. Вот такая вот интересная вещь. Ну что ж, ладно. Давайте немножко мы с вами передохнем и откроем адвент от Real Techniques следующий. А потом уже их большой адвент. Но для начала посчитаем, сколько вот это вот все стоило. Ну что ж, мои горячие малышки, вот что мы с вами получили. Цена этого адвента была 2500 рублей и его наполнение обещали нам на 10850 рублей. По факту, если посчитать по их же сайту, наполнение выходит на 9900 рублей. Ну ладно, сейчас уже там скидки тоже и выгода от этого адвент-календаря у нас получилась на 7400 рублей. Но надо сказать, он весьма неплох. И тем более, он сейчас у них вообще там есть на распродаже. То есть, здесь много интересных вещей, тех, которые действительно пригодятся. По крайней мере, уже сразу могу сказать, что мне вот это понравилось. Вот это лайнер от Айка. Вот этот автозагар тоже мне понравился. Очень даже достойное, как мне кажется, наполнение. По крайней мере, видно, что они его продумывали. А не просто вот как-то положили каких-то непонятных продуктов. Кстати, посмотрите-ка, у нас все вообще-то полноразмерное. Ну, наверное, вот кроме вот этих двух вещей. Хотя вот это можно купить в магазине. Это просто, ну, как бы такая поменьше версия. Да, есть побольше, есть поменьше. Это даже не тревел. И вот этот вот шампунь здесь 50 миллилитров. Вот это я не знаю. Ну, можно его купить в таком формате или нет? Наверное, все-таки можно. То есть, у нас прям реально, прям как-то достойно было. Ладно, давайте теперь посмотрим на Реалтехникс. Стоил такой календарь прям совсем недорого. Он был бюджетный. Он стоил 2488 рублей. Я его заказывала на сайте Натина. И вот здесь он немножко продавленный, потому что я его случайно вот так вот взяла рукой. Слишком сильно, слишком сильно нажала. В общем, наполнение нам никакое не обещают. Ничего про это не было написано. Ну, ладно, давайте открывать. Уже, как мы видим по наполнению, здесь, скорее всего, какие-то микрокисти будут. Такое все маленькое. И вот это, понятное дело, это спонжи. Так, сейчас нам нам пинцет понадобится. Что это? Что это такое? Что это вообще? Я не понимаю. Как я поняла, это аппликатор для нанесения масок на лицо. То есть, здесь просто кусок силикона какого-то, который вот здесь вот с такой выемкой под пальцы. И вы вот так вот им на себя намазываете маски. Если честно, он выглядит просто ужасно. Это как... Как-то вот какие-то странные вообще ощущения от него. Потому что он выглядит как пластырь от мозолей. Знаете, вот эти все дорогие такие хорошие пластыри, которые вот чисто такие силиконовые. Или еще можете предложить в комментариях, на что вот это вот похоже. Как вы думаете, на что это похоже эта вещь? Ну, сомнительная вообще штука. Ну, ладно. В общем, в Realteknex, видимо, что-то такое новенькое изобрели. Открываем второй номер. И во втором номере, ура, ура, мы с вами находим спонжик. Вот такой вот спонжик для нанесения макияжа. То есть, он точно такой же, как предыдущий. Просто вот в таком вот симпатичном розовом цвете. Ну, что ж, замечательно. Дальше у нас третий номер. И здесь будет какая-то кисть, кисть, кисть. И это, конечно, как достать-то не достанешь так просто. И здесь у нас, конечно, travel формат. Вот такая вот маленькая кисточка. Маленькая кисть для теней базы. То есть, вы можете с собой ее брать в путешествие. Ладно, хорошо. Следующий номер у нас будет четвертый. Здесь кисточка побольше, наверное. Такой продавленный номер. Да, здесь у них знаменитая 407-я кисть. Это кисть, которая для всего лица. Там для пудры, для румян, для хайлайтера. Можно использовать для всего, что вам в голову придет. Это тоже хорошо. Вот, кстати, вот такая кисть точно продается отдельно. Именно в таком мини-формате. Дальше у нас номер пятый. И здесь снова какой-то спонжик. Ну-ка, ага, это их интересный спонж. Я все хотела его попробовать, но так и не заказала. Это губка для лица. То есть, это как конжаковый спонжик, но только не конжаковый. И, ну, как бы вот такой вот он, как спонжик, да? И вы его можете намочить, он станет помягче. И, в общем, вы можете очищать лицо. Ну, классно, хотела попробовать. И вот, наконец-то, он у меня есть. Так, это был пятый. И дальше, что с шестом-то еще один спонж или что? Футляр для спонжа. Посмотрите, какой. Если у вас есть код, то вам понадобится такой футляр. Потому что ваш код, скорее всего, ваши спонжи постоянно жует. Но я, кстати, как поступаю, я просто их убираю наверх, чтобы они не могли их достать. И, соответственно, если вы не можете их убрать наверх, то вам нужен такой футляр. Но, с другой стороны, футляр для спонжа, конечно, какая-то странная затея. Но Real Techniques, как мы уже убедились, очень много всего интересного выпускает. Дальше у нас номер седьмой. И в седьмом номере мы с вами находим... Что это такое? Это очиститель для кистей. И здесь какой-то прям совсем пробник-пробник. Здесь просто два вот таких вот пакетика этого очистителя по 7,9 мл. Ну, ладно. Ну, хорошо, попробуем их очиститель для кистей. Дальше номер восьмой. Здесь снова какая-то кисточка. И в этот раз мы находим кисть, которая нужна для того, чтобы аккуратненько, прицельно наносить, например, пудру куда-нибудь в маленькие такие места. Под глаза, вокруг носа, на нос. Это удобно. Ну, хорошо тоже, мы рады. Следующий девятый номер совсем крошечный. Просто вообще максимально маленький. И что же там? Как сложно открыть. Что там? Что там за крошечная кисть? Господи, какая маленькая кисть! Что это за кисть? Это кисть, которая мини-кисточка для мелких каких-то деталей. Но больше всего она похожа на крошечную кисточку для консилера, чтобы, знаете, так стрелочку хоп и подправить. Прям аккуратно и быстро. Дальше десятый номер. И вот он у нас. Скорее, скорее, давайте его откроем. Что же у нас в десятом номере? Ой, это кисть, которая для растушевки. Я с ней хорошо знакома. Она когда-то у меня была, но в последнее время мне она не очень нравится. И как она у них называется? Ну да, кисть для растушевки вот такая вот симпатичная. Так, хорошо. Одиннадцатый номер. И остался, получается, только двенадцатый. Двенадцатый какой-то очень маленький. Это очень странно, да? Ну ладно, одиннадцатый. Одиннадцатый очень большой, двенадцатый очень маленький. Что вообще происходит? Ну так себе, конечно. Ну одиннадцатый номер. Ну ты чего? Ну почему? Почему? Просто какая-то косметичка такая вообще не симпатичная ни разу. Но для того, чтобы вы могли вот эти вот кисточки свои в нее взять, сложить и куда-нибудь поехать в отпуск. Там спонжик свой положите вот так вот. И все. И готово. Вот у вас вот такая косметичка. В принципе, в этом есть смысл. Ну а теперь последний, двенадцатый номер. Даже не могу представить. Наверное, какая-то новая кисточка будет такая маленькая. Нет? Это не кисть. А что это такое? Это пинцет. Вот такой вот скошенный пинцет, который, кстати, даже без их отметки. То есть даже не написано, что это Real Techniques. И пинцет вот такой вот просто какой-то очень-очень большой. Мне не очень нравятся такие пинцеты. Я предпочитаю более маленькие и которые с заостренными сильно кончиками. Ну ладно, хорошо. Как-то так. Ну не знаю, Real Techniques что-то как-то так. Себе не очень все-таки календарь получился. Хотя давайте посчитаем по наполнению. И может быть мы изменим свое мнение. Вообще-то да, стоит изменить свое мнение. Потому что его цена 2488 рублей, а наполнение на 521 рубль. То есть он окупился больше, чем его стоимость. И выгода получается 2733 рубля. Нормально вообще. Отлично. Отличный ответ. Все. Мы рады. Все хорошо. Ну конечно все равно так. Вы знаете, на любителей вот чтобы собрать эту коллекцию каких-то микрокисточек вполне себе ничего. Ну чтобы прям вообще радоваться, радоваться. Ну наверное как-то не очень он радостный. Ну а теперь давайте начнем радоваться. Потому что у нас впереди большой ответ от Pretty Little Things. Почему-то я все время говорю Сынкс во множественном числе. Хотя на самом деле Сынк. То есть одна. Какая-то всего одна очаровательная маленькая вещичка. Ну что ж. Ну что ж. Девчонки снова к нам возвращаются. Красотки. И давайте смотреть, что там дальше они нам приготовили. Дальше я уже поняла, что адвент открывается вот так. Мы с вами здесь не прогадаем. Все будет хорошо. Ничего не выпадет. И вот такой адвент он стоил 5500 рублей. А наполнение там нам обещают. Знаете на сколько? На 20400 рублей. Кстати говоря, сейчас я видела, что на него есть скидка на сайте. И он стоит вроде вообще 2700. Ну там прям совсем как-то он немного стоит. Ну ладно, такая выгода. Такие деньги нам обещают. Давайте скорее смотреть, что же в нем лежит. Итак, открываем первый номер. Ну-ка, сколько здесь всего? 24? Да, 24. 24 отделение. Самое большое. Первый номер открываем. И что же мы в нем находим? Мы находим Lola Slash. Какую-то загадочную коробку в упаковке. Я не знаю, что это за бренд. Поэтому давайте распакуем. И узнаем, что же там внутри. Конечно, когда в этих адвентах столько всяких упаковок, это немножко бывает напрягает. Потому что вы и так уже открыли одну коробку. Потом еще бумажку. Потом еще... Ой, как красиво! Как красиво! Посмотрите, здесь даже какой-то есть не магнитик, а бриллиантик. Чтобы мы с вами немножко еще больше посияли. И что это такое? Это лайнер. Лайнер? Не поняла. А-а-а! Это, наверное, клей. Я только что намазала им руку. Мне кажется, что это... Потому что называется Lola Slash. Я так понимаю, что это как раз клей, на который вы можете лепить ресницы накладные. То есть, просто поверх прям стрелки можете пройтись вот таким лайнером, и потом раз, и ресницы себе налепить. Это так интересно! Вообще-то довольно необычно. Потому что, ну, как-то я таких именно лайнеров еще не видела. Вообще, есть у Duo подводочка именно такая жидкая. Но она не сильно удобная, потому что с нее все течет. А здесь прям лайнер в таком, как бы, тверденьком формате. Так, ладно. Первый номер давайте обратно уберем. И открываем второй номер. Что-то легкое. Реснички. Уже вижу. Land of Lashes. Вот такие грандиозные. Просто ресничища. Просто посмотрите, насколько они огромные. Ну, что-то как-то тут, конечно, да. Такие ресницы на очень большие глаза предназначены. Просто на огромные, на огромные глаза. Я думаю, что мне они, скорее всего, не подойдут, потому что прям слишком большие. Дальше у нас третий номер. И где же этот третий номер? Вот он, большой. Ой, что же там внутри? Ой, такое легкое. Большой номер, но внутри что-то маленькое. Ай, да что ж такое-то. Подводка от Айка. И в этот раз у нас подводка Skinny. И это, кстати, забавно, потому что здесь подводка очень толстая. Здесь очень толстый вот этот наконечник. Но это такой английский юмор. Они это специально так называли, потому что ни разу она, конечно, не скинет. И дальше у нас четвертый номер. Четвертый номер. Ну, такой не очень тяжеленький. Давайте. Тут, наверное, помада какая-то. Что это? Что это? Да, это помада. Ой, от бренда Sleek. Знаете, такие британские бренды, которые очень давно у нас почему-то не появляются, особенно в продаже. Помните, как он был популярен? Он просто был везде. И у них такие были хорошие палетки. А сейчас почему-то его совсем не видно. И это помада или блеск для губ, который называется Lip Shot. Да, здесь написано, что это блеск для губ. Ну, ладно, что-то такое. Что-то такое давно забытое, старое, но в то же время новенькое. Дальше у нас пятый номер. И здесь, ну, такое довольно тяжелое, что-то такое. Это Penelogist. Это сыворотка капли для лица и для тела, которые для загара. И причем здесь medium. То есть это medium загар, не совсем какой-то легкий. Видите, у нас в прошлый раз был автозагар. И снова у нас автозагар. Следующий у нас это шестое. Совсем прям легенький. Даже не знаю, что там такое может быть, такое легкое. Plumpet. Специальный выпуск. И я так понимаю, что это какой-то плампер, наверное, для губ. Что это такое? Мне кажется, мы когда-то с вами это находили. Очень-очень давно, пару лет назад. И это какая-то сыворотка для того, чтобы губы увеличивать. Ну, соответственно, она либо с ментолом, либо с каким-то перцем в составе. И когда вы ее наносите, у вас губы, соответственно, раздражаются. К ним приливает кровь. И они выглядят немножечко более такими пухленькими. Но на самом деле, у кого? У Too Faced есть такая вещь. Есть такой блеск для губ. Не всем это нравится. Не всем это приятно. Потому что ощущения бывают довольно-таки жесткие. Дальше у нас номер седьмой. И в седьмом номере мы с вами находим, что это такое? Мы с вами находим роллер. Посмотрите. Вот такой вот роллер для лица. Нефритовый. Ну что ж. Ну, симпатично тоже. Хорошо нашли роллер. Какие-то прям интересные вещи здесь у нас. Знаете, такой прям замес. Роллеры, кстати, сейчас очень во многих всяких новогодних наборах есть. Потому что это, конечно, прям трендовая вещь последнего времени. Следующий номер у нас восьмой. Что же, что же нас здесь ждет? Давайте скорее откроем. Что-то большое и тяжелое. И здесь... Здесь их собственный бренд. Я даже не знала, что у них есть такой бренд. Их собственный бренд, который называется Pretty Little Skin. И здесь какой-то мист, который просто увлажняет кожу. Давайте немножко его попробуем. Ну и как приятно пахнет. Таким, знаете, шапунчиком. Давайте немножко в вашу сторону, чтобы вы тоже были все в этом месте. Ну хорошо, просто увлажняющий какой-то мист. Так, следующее. Следующее это номер девятый. Снова большой. Но это не значит, что там будет что-то большое, потому что он супер легкий просто. И здесь у нас маска. И здесь у нас маска от бренда Starskin Dream Kiss. Это какая-то увеличивающая губы и увлажняющая биоцеллюлозная маска для губ. Вот этот бренд тут просто бешено дорогой. Вот все их маски, они дико дорогие. Так, дальше у нас десятый номер. И в десятом номере... Так, а где он вообще? Вот он. Нашла. В десятом номере. Что же нас ждет? Что же, что же это такое? А в десятом номере мы находим увлажняющее средство с цинком. И это средство для того, чтобы минимизировать поры и успокоить кожу. Я, кстати, не знаю такой бренд Q&A. Ну, типа вопросы и ответы. Или, скорее, у тебя есть вопрос. У нас есть ответ. Наше средство с цинком для того, чтобы успокаивать кожу и уменьшать поры. Так, ладно. Десятый номер. Видите, мы здесь много брендов находим, о которых мы даже не подозревали. Если кто-то из вас живет в Великобритании, пожалуйста, напишите. Вы наверняка эти бренды часто видите в магазинах. Ну, там, не их собственный бренд, потому что вроде их бренд только в их интернет-магазине продается. Какие-то другие бренды из этого. Дальше мы находим крошечную помаду. Что это за помада? Какая-то вообще маленькая-маленькая. От бренда Иломаска. Мы с вами уже много раз с этим брендом сталкивались. Это бренд, который принадлежит компании, которая владеет сайтом Look Fantastic. Hat Group. И это один из многих их собственных брендов. Таких, как, например, Эспа. Это тоже их собственный бренд. И они очень хорошие, кстати. Вот прям, знаете, на этих словах. Вот надо было случиться на этих словах. Они очень хорошие, кстати. И все вылетает. И все просто в какое-то месиво. Ну, в общем, вот такая вот помада, которая не дожила до своего звездного часа. И просто испортила все. Розовая, кстати, симпатичная помада. Ну, реально, по качеству они очень хорошие. Иломаска такой прям известный-известный бренд, который тоже у нас, кстати, продается. Он у нас продается эксклюзивно в Литуале. Дальше номер 12. И где же он? Вот он, 12 номер. Что-то тяжеленькое. Ой, наконец-то, что-то тяжеленькое снова. И здесь у нас снова Palmers. Один, видимо, из спонсоров этого адвента. Это у нас их классическая формула с маслом какао. И это какое-то просто средство для того, чтобы смягчать кожу. И еще он уменьшает растяжки. Ну, в принципе, это, наверное, их просто классическое средство. Ага, приятно, как пахнет вот этим маслом какао. Хорошая вещь, популярная достаточно. Это был 12 номер. И дальше номер 13. 13, что же в 13? Надеюсь, что что-то очень хорошее. И в 13 номере... Ой, как красиво! Что это за красивая упаковка? Anatomicals Thirst Hand. И это увлажняющий крем для рук. Понятно. Красивый, ну, как бы крем для рук. И называется он цветок лотуса. Ну, давайте попробуем, что там за цветок лотуса такой. Пахнет, кстати, супер просто приятно. Аромат здесь... Но я бы не сказала, что это лотус какой-то. Цветочная, просто легкая цветочная душка, но вообще похожа. Но на лотус так не особо. Даже знаете, на что похоже? На какие-то витаминки, типа цветочки с какими-то детскими витаминками. Ну, такое что-то заводное, симпатичное. Дальше у нас... Где? Где 14 номер? Вот он. И он огромный. Мы с вами достаточно много всего интересного вообще-то уже нашли. А еще идем так бодренько. Прям бодренько-бодренько. И дальше мы с вами находим Make It Big. Так, это тушь от бренда Morphe. Но причем в какой-то мини-версии. Интересно как. Посмотрите-ка. Вот такая вот тушь. Понятно, тушь объемная. Очень похожа, кстати, даже по упаковке. Даже по написанию на этой упаковке. Посмотрите. На тушь Beta Zen Sex. И форма щеточки точно такая же. Ой, Morphe. Ой, выдумщик. Понятно, понятно. Все, чем они вдохновлялись. Так, хорошо. Следующий номер у нас 15-й. И он снова какой-то огромный. Но вот в 14-м, посмотрите. На 14-й номер был вот такой вот маленький-маленький тюбик. 15-й номер и 15-й легкий. Опять, да что ж такое-то? А что там такое интересное? Это повязка на голову. Их собственного бренда Pretty Little Skin. Вот такая вот повязочка. Ну, хорошо. Как есть вот эти повязки OMG, которые все подделывают. Кому не лень. Коробки просто на рынке садовод стоят с этими повязками. А есть у них своя собственная повязочка. Точно такая же, которую никто не подделывает. Так, дальше у нас 16-й. И 16-й, наконец-то, тяжелый. Ну, наконец-то. Давайте скорее открывать. И что же у нас здесь? А здесь у нас Face in Nature. Грейпфрут и апельсин. Это гель для тела. И он сделан, кстати, в Великобритании. Интересно. Они любят это писать на своих продуктах. И давайте понюхаем. Вот это да! Вот это ароматы косметики! Обалденно просто! Такое обалденно! Я, кстати, посмотрю, продается ли у них на сайте вот эта вот вещь. Потому что это просто обалденная какая-то штука. Вообще, такой просто запах. Настолько яркий апельсин. Вот прям, который искристый, вам сразу дает в нос. В хорошем смысле. Дает в нос понятие о том, что он яркий, сочный, искристый. Такой красивый, классный апельсин. И грейпфрут там со своей вот этой вот горчинкой, которая буквально заставляет вас замирать. И вы чувствуете, что впереди какой-то праздник. Что-то такое летнее, искристое, какое-то яркое. Как будто какой-то супер пикник где-то на воде вас ждет. Мне очень нравится. Я просто такие ароматы обожаю. Дальше у нас номер семнадцатый. И в семнадцатом номере, что же мы найдем? Что-то такое же хорошее. Ой, грейпфрут всегда повышает настроение. Здесь мы находим Be a Roller Baby in your incredible. Какой-то, в общем, блеск. Блеск для губ вот в формате такого роллера. Ну-ка. Пахнет сладкими какими-то конфетками. Ну ладно, вот тоже блеск для губ еще один нашли. Что дальше? Следующий номер восемнадцатый. Восемнадцатый номер у нас вообще ничего не весит. Просто вообще ничего не весит. И здесь, видимо, карандаш. Беллапьер карандаш. И здесь он сделан, кстати, в Китае сразу бросается в глаза. Ну, понятно, это снова у нас какой-то лайнер для губ. И в этот раз розовенький. Как интересно, что в этом календаре они и помаду сделали розовый, и лайнер сделали розовый. Ну, прям как-то вообще занятно. В прошлом карандаше, карандаше все смешалось в голове. В прошлом календаре у нас карандаш был коричневый, и все остальное было тоже такое нюдовое. Так, это был восемнадцатый, теперь достаем девятнадцатый номер, и мы почти на финишной прямой. Здесь что-то тяжелое. Палетка! Палетка, наконец-то! Это палетка I Love Revolution, ну, тоже, понятное дело, британский бренд. А какой же еще им положить в свой календарь и как ее открыть? Почему она не открывается? В общем, вот такая яркая, красивая палетка во всяких неожиданных оттенках. Прямо здесь и красный, и желтый, и зеленый, и фиолетовый. Все сразу, все подряд в этой палетке вам покажут. Ну, вообще здорово, еще и палетку нашли. Представьте себе, ну, понятное дело, что бюджетную, но и сам календарь был очень бюджетный. Никто нам, собственно, здесь какой-то особенный люкс не обещал. Следующий номер, это двадцатый, и он снова вот такой вот огромный, но очень легкий. Господи, ну что там такое? Такое маленькое опять. Ой, можно было не жаловаться, потому что здесь бренд, который называется Brush Vox, и здесь у нас какой-то Ванда Спонж. То есть такой же спонж, как мы уже с вами находили у Реалти Книгс, но в этот раз Ван... Ой, какой хороший... Какой отличный спонж! Слушайте, он настолько мягкий. Может быть, он лучше, чем Реалти Книгс спонжи? Может, он лучше, чем Бьюти Блендер? Такой мягкий спонж! Мне кажется, я таких еще даже никогда не пробовала. Как интересно! Какой интересный бренд! Называется Brushworks. То есть надо будет посмотреть на сайте, что это за бренд такой, и когда мы будем считать, я посмотрю, сколько тоже этот спонжик стоит, потому что вообще просто классно! Так, дальше у нас 21 номер, и что у нас здесь? Что-то совсем тяжелое, прям совсем тяжелое. В 21 номере мы с вами находим снова пену для загара. В этот раз это бренд австралийский, который называется Bondi Sands, то есть пески Бонди, и это темный оттенок загара. Вот такая вот пена. Хорошо, что у нас есть рукавичка, потому что вот просто так это все на себя не выможешь. Окажешься где-то темным, где-то светлым, где-то каким-то вообще непонятным пятнистым. Дальше номер 22, и он вот здесь. 22 номер, давайте скорее его откроем. Что же там внутри? А внутри у нас вот такой вот блеск для губ, который называется Pitches and Cream. И здесь у нас... Что за оттенок? Может, так и называется? Pitches and Cream, или это название? А, оттенок называется Honey. Ну, посмотрите, какой прелестный. Ой, ну прелестный вообще блеск. Конечно, липкий, конечно, пахнет конфетками опять, как и все эти блески, но симпатичный по оттенку, как мне кажется. И это у нас был какой? Это 22-й, то есть мы прям совсем уже в двух шагах просто, в двух шагах от финала. И здесь у нас 23-й номер, он легкий, и там что-то маленькое. Открываем. Карандаш, что ли, опять? А, понятно! This Vox это спрей для подушки, который с ароматом лаванды для того, чтобы лучше засыпать. Мы очень много раз его уже находили. Это классная вещь, если вы любите вообще тему с ароматерапией, тему с лавандой. Если у вас есть какие-то немножко проблемы со сном, там какая-то, может, тревожность, когда вы засыпаете, попробуйте либо принимать ванну с каким-то, с какой-то лавандовой пеной, либо мыться лавандовым гелем для душа. Ну, в общем, аромат лаванды, он, конечно, на многих людей очень хорошо влияет. Такой успокаивающий прям и настраивающий на сон. И последний номер 24-й. Очень тяжелый. Очень тяжелый. Скорее. Тюбик. Это тюбик. Понятно! Понятно! Ну, не могу сказать, что я как-то рада этому средству, но исключительно потому, что мы его очень много раз находили. Прям очень много раз находили в разных адвентах. И это бренд Pixie Beauty. Здесь у нас Glow Tonic. Очень многие любят этот тоник, и я его люблю, но в нем есть одна проблема. Здесь достаточно серьезное сочетание, не сочетание, содержание кислот. Здесь гликолевая кислота 5%. И этот тоник, он для сияния кожи. То есть, если вы им пользуетесь каждый день, непонятно, как ваша кожа отреагирует, если она не какая-то прям сильно жирная. То есть, у меня кожа комбинированная, нормальная-комбинированная, и каждый день я, например, им пользоваться не могу, потому что он прям начинает слишком сильно, видно, делать пилинг, и кожу сильно щипет, и она начинает от этого раздражаться. Но где-то там 2 раза в неделю этот тоник для меня вполне оптимален. А так, это вообще хитовое средство, поэтому я думаю, они его в последний номер и положили. Ну что ж, давайте теперь узнаем, сколько все это стоило. Мы с вами нашли достаточно много всего, и некоторые средства были, ну, такие типа, А, ну, вроде нашли и нашли. Не так уж интересно. А некоторые прям меня заинтересовали. Ну, в частности, вот этот спонж. Вы, конечно, можете удивиться, Оля, что такое восторг по поводу спонжа? Но если бы вы его ощущали, если бы вы могли его потрогать, подержать в руке, вы бы поняли, что это самый просто мягкий спонж на свете. Вообще, конечно, интересно. Я прям его сегодня же положу себе в корзинку, и буду им пользоваться, чтобы вообще понять, насколько он классный. Потому что это интересно. Если он еще и бюджетный, то получается, что это совсем хорошо. Посмотрела, стоит он 4 фунта. То есть, это примерно 400 рублей, но, может быть, сейчас чуть-чуть поменьше. В принципе, это нормальная цена для вот такого спонжа, потому что Real Techniques, мне кажется, стоит даже дороже. А Beauty Blender стоит 1900 рублей сейчас. 1900 рублей, представьте себе. Поэтому это прям вообще занятно. Ну, в общем, ладно, что там у нас по ценам? Ну, получается, что стоил этот календарь 5500 рублей. Сейчас со скидкой он уже дешевле, конечно. Ну, ладно, 5500. И наполнение нам обещали на 20400 рублей. Мы как бы не дотянули, конечно. Вообще не дотянули. Потому что вот это наполнение вышло на 16200 рублей. И наша выгода составила 10700 рублей. Мне кажется, это хорошо. Мне кажется, 10700 рублей. То есть, он, получается, в два раза окупился, да? То есть, его, ну, реально, выгода, она прям огромная получается. В два раза больше выгода, чем стоимость этого календаря. Ну, что ж, я рада. По-моему, замечательно. Просто замечательное вообще наполнение. Хорошо. Мы довольны. Бюджетные календари, они оказались очень даже достойными. Пожалуйста, напишите в комментариях, понравились ли вам эти календари. И знали ли вы вообще про существование этого сайта? Потому что я думаю, что очень многие заказывают, конечно же, на Асосе. Много там одежды, какую-то косметику заказывают. Но многие ли из вас заказывают на других британских сайтах? Если, например, вы заказываете, то, пожалуйста, поделитесь в комментариях, на каком, собственно, сайте вы заказываете. И напоминаю, что все ссылки на профи вы можете найти в инфобоксе под этим видео. Так что обязательно заглядывайте. А я вам сегодня желаю иметь какой-нибудь горячий такой денек, чтобы вы сегодня были горячей девчонкой. И чтобы все восхищались тем, насколько вы красотка. Ну, хотя я уверена, что все каждый день и так этим восхищаются. Спасибо вам за внимание. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok